привет моим девочкам гостям моего канала давно не было влогов в инстаграм вы просите некоторые не подписаны в инстаграм кого-то вообще нет в инстаграме но я в основном там стараюсь не забывать youtube сейчас приехала в эпицентр потому что уже весна и огород но огород не в прямом смысле слова огород а в формате надо приводить участок в порядок у меня нет ландшафта и в этом году он тоже не планируется но кое-какие изменения должны произойти я хочу убрать ту фигню которую я посадила кто недавно смотрит тот знает и вспоминает тех девочек которые мне говорили они не сажай красный клевер это просто катастрофа и теперь мне надо от него избавиться вот поэтому сейчас в эпицентре покупаю лопату в эпицентре покупаю для самшитов горшки по крайней мере хочу на них посмотреть и что мне еще надо это клеенка такая легкая в зале будет потолок поэтому это будет чуть-чуть строительный влог но он не строительный это просто в данный момент опять же моя жизнь то что сейчас здесь со мной на данный момент происходит поэтому если вам интересны эти домашние заботы то оставайтесь что у меня есть что у меня есть Продолжение следует... 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 53 квадрата цена 29 там с копейками тысяч гривен это без сам потолок без монтажа демонтажа не демонтажа монтажа обратно вытяжки плюс закладка на каждую каждый светильник плюс люстры люстр пока нет будет просто для них место светильники есть вот цена по моему одного светильника 150 гривен поэтому в итоге будет около 30 1 32 тысяч не знаю будет ли меня слышно когда тоже монтируют именно эти профиля есть несколько вариантов можно сделать на резинке резинки есть как белые так и черные и я подумала что когда буду делать потолок здесь то здесь делаю на черной резинке это дешевле нежели если делать парящий потолок с таким отступом небольшим вот в зале будет небольшой отступ и как бы парящий потолок он стоит дороже но и вид мне больше нравится ребята демонтируют сняли уже вытяжку пока дома делали потолок его продолжаю делать только за уехали завтра еще будут продолжать я съездила в центр сделать вот чертого цвета и на ногах тоже черный вот прям захотелось мне ира говорит что с настроением я говорю замечательное настроение на самом деле просто возникло такое желание у меня наоборот нравится стильненько уже восемь вечера а сейчас светло и скоро вообще будет замечательно лето дай бог чтоб еще война закончилась вообще было бы хорошо так куда машину делаю я сейчас езжу не на своей я езжу на электричке электроавтомобиль очень классная экономия кстати вот по денежке надеюсь ее не забрал она на паркинге была не должны были забрать так вот я же сейчас на электричке и это классная экономия я так задумываю что я бы хотела иметь дома ну то есть у себе два автомобиля один мединовый один электро потому что мне съездить в город и обратно это где-то 8 литров то есть 500 гривен где-то 500 400 гривен а так 38 гривен 150 километров по ночному режиму так нашла малышку это не сами кстати она на продаже пока она не продалась я не вижу а вот и она на самом деле правда удобно удобненько дема везла к папе если завожу машину он говорит это что планшет слушайте звук реально звук реально какой планшета вот показывает на сто двадцать три километра максимально заряжается на сто пятьдесятками то есть это ну как бы небольшая батарея потому что это предыдущий лиф потому что помните я делала обзоры а это в инстаграме делал обзоры мне хватает с головой два дня поездить иногда один день зависит от того как как долго я езжу и вот она уже завелась не слышно ну потому что это электро и надо быть очень внимательным потому что люди тоже ее не слышат то есть она по факту бесшумная ну все электрички не бесшумный тут автоматически загорается свет в принципе очень прикольная машинка вот так что я в принципе действительно задумалась иметь еще одну хотелось бы здесь верхняя камера очень удобная вот у меня например красилирия но только такая камера а здесь сверху и для тех например кто только учится водить и вообще в принципе это правда удобно классная штука так второй день сегодня нужно закончить вот но пока их нет я решила залить кофе и блинчики вот жду вот так ребята шли на обед тут не доделано еще естественно но блин так классно уж не верится так красиво красиво будет супер белые матовые парящие видите отступы есть такой на улице плюс 22 жарко так что капец возникла небольшая проблемка небольшая светильники для потолка они у меня в черном цвете только пять белых а я хочу разделить на зоны то есть я вам потом покажу в башках жарко витальня то есть зал гостиная она что было с белыми светильниками плафоны белые а там где кухня там очень много темных элементов плюс черная вытяжка то я хочу черные светильники черных как я уже сказала мне много белых мало то надо еще три белых в эпицентре именно в киеве их нет они есть только в кривом рогов одессе в общем надо делать перемещение то есть надо светильники вешать не сегодня хотя ребята сегодня закончат а получается через несколько дней когда они приедут плюс еще нет как его люстр то есть одна люстра нужна которая будет где обеденная зона и вторая над диваном то есть люстра зоны гостиной и в принципе тогда все единственное что еще момент приедут мебельщики ребята которые делали кухню вот этот фальш панель которая будет ну прилегать полностью к потолку то они ее тоже сделают уже после потолка поэтому в принципе зал будет почти готов гостиная останется только телевизор но я хочу еще такую играть в бра типа светильники видеть декора дополнительного света чтобы было красиво но я это сделаю попозже потому что это правда уже декор нужен телевизор и еще надо тумба которые те же ребята которые делали кухню будут делать но чуть-то по пожару как говорится и будет все готово я думаю что я еще закажу или шторы римские для того чтобы днем не отсвечивала можно было видеть например там фон телевизора я телевизор не смотрю но фильмы например с ютуба или музыку или какие-то лекции ну или просто как бы сериальчик какой-то посмотреть в зале было бы классно не только в спальне вот поэтому внутри такое есть чувство очень-очень приятное что вот одна комната будет прям полностью готова потому что спальня тоже полностью готова единственное что я бы поменяла светильники потому что я те светильники которые есть сейчас они ну чтоб там лампочки не висели я купила самые недорогие и они как бы висят но вы же знаете нет ничего временного как постоянное поэтому светильники тоже надо будет заменить и сделать еще потолки в спальне и в этом гардеробной комнате вот кабинет тоже просится ну без потолков конечно это не то я уже привыкла но с потолками так красивенько сейчас вам покажу сейчас только чуть-чуть натянули вот натягивают еще нет светильников ничего просто вот натянули белое полотно и уже классно класс мне прям очень нравится там дико жарко поэтому я сейчас выехала поеду там встречусь с девочкой и потом вернусь буду принимать работу в общем как то так оставайтесь со мной финальный результат я вам в любом случае не покажу потому что у меня еще нет люстр я вам покажу вот когда светильники повесят я вам покажу и на этом блог закончу поэтому оставайтесь со мной я тебя кормила петеречка маленькая так ну что процесс идет под ногами не лазь вот потихонечку устанавливать видите там уже есть свет ребята почти закончили тут у меня красивый букет я поехала за кофе и получила букет цветов неожиданно с днем психолога вот приятно очень очень приятно подловили так вот смотрите какая красота единственное что и еще конечно вот видите вот черные плафоны не хватило белых их надо заказать они приедут и потом они поменяют здесь тоже когда-то будет потолок и он будет с черной окантовкой и с черными плафонами и я кстати думаю мне очень нравится решение когда над кроватью вешают красивую люстру она идет больше не как свет а как декор но я изначально делала под точечный свет поэтому люстра здесь может быть а может и не быть просто если включаться будет люстра по идее она должна включаться отдельно но у меня тут сделано под как бы включил свет и все зажглось поэтому наверное решение с люстрой отпадает просто будут вот эти вот черные такие плафоны светильники и все но на самом деле мне нравится когда люстра над кроватью это красиво смотрится именно просто как визуально поэтому как то так здесь сейчас ребята закончат они мне скажут как здесь потому что можно крепить ну делать такой фальшивый панель и крепить к шкафу а можно делать по другому они мне скажут как можно сделать чтобы было лучше вот в общем как то так она вообще никогда она трех значит придерживаться а вытяжка но она подключена напрямую ну понятно так хорошо тогда вам выключать свет чтоб востоком не ударил ну так оно уже уже не ударил наверное а что случилось перегорело что-то нет ну оно ж под напряжением забыли что-то нет еще не переговело там выбило наверное этот пакетик так пусть не или не надо да 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 я опять держу что-нибудь так то подправляй 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 подправились подправляюсь давай, как ущисти продолжаю свой влог я сейчас приехала на тренировку вот тренировка с утра есть на 8 есть на 9 и я иногда ну как успеваю сегодня у меня консультация на 11 Поэтому, в принципе, я подумала, что можно часоку поспать, но тоже не выходит, потому что тренер Аня, с которой занимаюсь, она говорит, что я хочу набрать массу, как обычно, вы же знаете, да? То она говорит, надо с утра завтракать, то есть на голодный желудок заниматься спортом нежелательно. Мне приходится вставать за 2 часа до тренировки и пить кофе и завтракать, а вы же знаете, я завтракать не люблю. Поэтому посмотрим, как будет. Сейчас, пока придерживаюсь такого режима, стараюсь с утра завтракать и уже 3 раза в неделю пошел второй месяц, как я занимаюсь фитнесом. Ну, я результат вижу, но в наборе масс пока не вижу. Как будет дальше, я не знаю. Посмотрим. В инстаграм выкладываю тренировки, ну, там кусочки, наверное, больше как мотивационные, потому что вы мне пишите, ой, Ань, спасибо, благодаря этим видео поднимаем попы и идем заниматься. Меня это радует, честно. Так, уже девчонки начали выходить, пошла я на тренировку и потом возвращаюсь домой. У меня сегодня 2 консультации и потом я начинаю убирать. Так что влог продолжается. Ну что, покажу вам. Я еще не до конца поубирала, но у меня уже сил нет, если честно. Я разбила светильники на 2 зоны. Одна зона это кухня. Вот они. Потом вытяжка черная и они очень хорошо смотрятся. Вот как выглядит парящий потолок. Есть зазор. И создается такое впечатление, как будто бы он парит. Вот. И здесь нюанс у меня, как я уже говорила, да. Здесь белые, но белых не хватило. У меня их было всего 5 штук. Вот. И поэтому в эпицентре заказали. Ребята приедут, заменят, наверное. Вот. Пока поставили черные. Ну, чтобы проверить цвет и так далее. Вывели. Видите, здесь люстра будет. И здесь будет люстра над обеденной зоной. Вот. Люстры я еще не смотрела. Возможно, буду брать в Польше. Не знаю, потому что там выбор больше и они там дешевле, чем у нас. И здесь какую-то интересную. Также хочу потом в дальнейшем такие шторы. Ну, может, не blackout, но какие-то именно в эту зону и в эту зону. Тут разбитое стекло, его надо закрыть. Ударная волна была. И раму эту выбило. Но ее починили, а стекло 150 тысяч гривен стоит одно. Одно. Оно двойное. Но, слава богу, одно только треснуло. Так вот. И получается, ну, как бы шторы. Почему? Потому что когда-то здесь будет висеть телевизор, и когда светит солнце, то будет засвет. И штора поможет. Можно, конечно, римские, но я хочу так уютно, когда есть шторы. И тюль. Тюль сняла, чтобы постирать. Еще надо помыть окна. Вот. У меня есть средство очень прикольное. И мне подсказали, как помыть окна. Я вам потом в дальнейшем покажу. Кстати, надо сейчас посмотреть. Помыла только что все цветы. Помыла плинтуса. Мне кто-то из девочек говорил, что не надо черные плинтуса, потому что на них видно пыль, грязь и тому подобное. Это правда. Я их протираю отдельно. Не тогда, когда мою полы. Вот. Но они очень классно смотрятся. Мне нравятся. Поэтому я спокойно могу просто взять салфетку или тряпочку и пройтись по всему дому. Помыть плинтуса. Вот. Что еще? Та-да-дам. Та-да-да. Не знаю, что вам еще показать. Вроде бы все. У меня уже чуть-чуть, честно, голова не варит. Я дико устала. А, вот. Я вам покажу, когда будет темно, как светит. Света достаточно много, потому что у меня было еще больше светильников, больше точек света. Но тогда я планировала делать точечный свет. Тогда это было актуально. Но так как я долго делаю ремонт, то он уже отошел. И как бы пришли в моду эти светильники. Их всегда можно, конечно, поменять. Но я решила, что слишком много света тоже не надо. Потому что прям и так перебор. Вы увидите. Я вам попозже, ну, когда стемнеет, я вам покажу, как выглядит. Вот. Ну, как? Как? Я довольна. Я очень довольна. Комната приобрела совершенно иной вид. Поэтому я даже не просто довольна, я счастлива. Да. И вот эти вот светильники очень классно смотрятся. Над островом. Вот так покажу. Вот. Может даже. О, вот так. Вот. Они классно смотрятся. И тут черное, и тут черное. Много элементов. Черного, серое. И я хочу еще добавить. Видите, пол теплый. Шторы. Я хочу взять что-то похожее, как пол. И будет красиво. А, ну да, я так и знал. Потолок. А как ты догадался? Ну, потому что я всегда не считаю об этом. О потолке? Да. Тебе нравится? Мне очень нравится. Красиво? Пероносы. Да. Остается, знаешь что? Что? Остается там сделать потолок. Да. И в других комнатах. Да. И еще. А зачем тут провод? Провод, потому что тут будет люстра. Вот здесь вот будет люстра, да. И вот здесь будет люстра. И тут вот, видишь, черные фонарики. Должны быть белые. Белые уже приехали. Я сегодня их заберу. И сегодня должен прийти мастер их поменять на белые. И будет вообще красота. А люстры надо подобрать и тоже повесить. А мне уже нравится черный сейчас? Ну здесь, видишь, разделено по зонам. Вот здесь вот все черное. Видишь? Полностью. И тут должно быть белое. А черные будут в спальне висеть. И в коридоре. Понятно. Тебе нравится? Да. Я очень нравится в потолке. Продолжаю свой влог. Я обещала вам вечером показать, как светят светильники. Я это сделаю. И хочу показать вам, что приехали светильники. Сейчас буду открывать. Вот. Там детвора делятся с девчонками, с одноклассницами, бывшими, с соседями, с которыми дружат и очень скучают по ним. Поэтому сейчас выходные. И он приехал. Мне же теперь мама выходного дня. Так вот. Я вам сейчас подключаю. Тут детвора, конечно, кипишные было. Все раскидала. Я вам покажу, как светят светильники. И на днях придет мастер, заменит вот эти вот черные, которые вы видите. Должны висеть белые. И надо две люстры. Я не могу определиться с люстрами. Надо определиться, потому что я хочу эту комнату уже закончить. Мне еще нужен телевизор. И тумба. Тумбу мне уже просчитали. В принципе, цена адекватная. Но, опять же, я все деньги в основном сейчас складываю в учебу. Поэтому тут надо выбирать. И пока не знаю. Пока не знаю, ставить ли тумбу или покупать очередной курс по психологии. Плюс у меня сейчас еще сессия начинается. И мне надо заплатить за полгода. То есть расходы как бы есть. Поэтому пока не знаешь, куда в первую очередь деньги девать. Так вот. И еще знаете, что я сделаю? Мне посоветовали. Я очень благодарна за такой совет. И мне вы посоветовали тоже. Только я как бы не сразу восприняла. Почему? Потому что мне посоветовали девочки купить такой робот, который моет окна. И я, в принципе, такая думаю, ну не знаю, как он будет. И мне говорят, а ты попробуй взять в аренду, посмотри, как работает, как будет мыть. И тогда уже или купишь, или поймешь, надо оно тебе или нет. И действительно, я зашла на ВЛХ, посмотрела. И цена 400 гривен в сутки. Ну, то есть адекватная вообще цена. Плюс у меня есть химия специальная, прикольная. Я вам тоже уже в следующем влоге покажу, и как я буду, ну то есть я сделаю такой тоже домашний влог, покажу, как этот робот моет, посмотрим, потому что мне самой интересно. Напишите в комментариях, у кого есть такой робот, и ну как вам. Он моет типа плитку, он моет зеркала, ну все моет, типа этот робот. Мне надо вот это, чтобы большие окна помыть. И это будет в следующем влоге, а в этом я сейчас уже вам покажу светильники, которые пришли. Я посмотрю, они подходят или нет, потому что вот эти светильники, они ждали почти два года. Да, два года они ждали своего часа. А эти, ну те, которые нашлись в эпицентре, но опять же не из Киеви, из Киеви не было. Боже, дети так кричат, я не знаю, слышно мне или нет. И эти приехали из Кривого Рога. И я говорю, мастер на днях приедет, он поставит. Что я еще хочу здесь? Я хочу тюль повесить и шторы купить. Для того, чтобы действительно эту комнату уже закончить. Шторы не вешаю, потому что... То есть тюль не вешаю, потому что надо ее постирать и сразу же мокрое повесить. Ну, для того, чтобы она как бы высохла. Детвера верещат. Поэтому сначала помоя окна, потом буду вешать тюль. Что еще, что еще? Телевизор, люстры, тумба и еще хочу картину. Ну, то есть тут надо. Сейчас я вам покажу. Вот, здесь получается голая стена. Такой диванчик для отдыха. Здесь вот... Мне нравится, я здесь часто пью кофе. Тут свечка. Она с костром. Такая типа трещит. О, я вам сейчас сразу свет включу, чтобы было видно. Хорошо все. И тут, кстати, тоже хочу заменить на черный. Видите, будет классно смотреться, потому что плинтуса тоже черные. Вот. Как светит. И... Ну, света прям очень-очень много. Достаточно он разбит на зоны. Вот, например, я сейчас сделаю вот так. Видите? Можно выключить здесь. Детвера бегает. Вот тут вот для люстры ее можно отдельно включать. Вот, но она когда будет, я вам покажу ее. И, ну, как бы вы видите, да? То есть довольно много света. Так вот, получается, это я пока здесь оставлю, пусть оно будет. Здесь я еще хочу какой-то классный торшер. То есть надо добавить... Не хочу много декора, но именно для уюта вот такие вот моменты. Они как бы... Ну, они прикольно смотрятся. Вот. И что еще? Что еще? Я сюда хочу картину. Какую картину, я пока не знаю. Посмотрим. Ну, она классно тоже будет смотреться тут. Место для нее есть. Дальше, что хотела показать, что хотела показать... Здесь телевизор. Здесь будет такая длинная тумба с подсветкой. Прям очень длинная. Здесь, получается, люстра. И здесь будет такой ковер небольшой. И столик такой, типа маленький совсем, журнальный. Здесь я сделала... Сейчас покажу. На полную полу розетка. Вот она. Она специально водонепроницаемая, когда моешь полы, чтобы... Ну, типа не затекала вода. Для чего? Я хочу... Здесь такое... Забыла, как она правильно называется. Такой, типа большой торшер. Ну, как-то... Как-то вот так вот. Сейчас открою, покажу эти лампочки поближе, потому что тут не сильно их... Вот. Ну, мне... Мне прям очень все нравится. Якость так. Ну, все. Смотрим. Для детей диван. Это просто... Какие-то горки. Так, три лампы, а по цене вышли 1107 гривен. Вот. Одна штука выходит 369 гривен. Но вот цена еще хорошая, если мы командуем. Это люминаль. Раз, два. Сейчас проверим. Раз, два. Ну, вот она. Вот такая. Ну, видите, как красивая. Ну, качество неплохое. Поэтому я довольна. Потому что по факту живешь все время в ремонте. И когда ты видишь, что хотя бы одна комната подходит к финалу, завершению ремонта, внутри такое ощущение. Радуешься, как ребенок. Вот, правда. Прям. Ну, тот, кто делал ремонт, меня понимает. Пишите комментарии, ставьте полочки вверху, подписывайтесь на канал. И до новых видео я не буду пропадать, сейчас вернусь. Я сделала себе такой небольшой перерыв. Или большой, не знаю. Но вы мне пишите, что вы скучаете. Меня это мотивирует, поэтому буду снимать. Спасибо. Все, всем пока. Пока.